Библейский портал экзегет.ру представляет Вот эти первые стихи Евангелия от Марка повествуют нам о том, что Господь опять садится в лодку и отплывает от берега для удобства проповеди, а люди находятся все перед ним на берегу. Но внимательные толкователи обращают свое внимание на другое. Дело в том, что в конце третьей главы говорилось о том, что Божья Матерь со сродниками Господа пришла, чтобы забрать Христа из толпы. Она беспокоилась о том, чтобы кто бы не причинил Господу какого вреда, когда он был окруженным людьми. И вот здесь Спаситель все-таки учитывает тревогу Божьей Матери и в каком-то смысле обезопасивает себя, садясь в лодку и отплывая от берега. Итак, притчи. Слушайте. Вот вышел сеятель сеять, и когда сею, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнцу, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принес иное тридцать, иное шестьдесят, иное сто. И сказал он, кто имеет уши, слышит, да слышит. Очень важная притча, и встречается она в трех Евангелиях. Спаситель рассказывает историю из жизни. Он апеллирует к опыту человеческому, и по всей вероятности, окруженный людьми, которые очень хорошо знают дело сеяния, хлебопашцев, использует пример сеяния семян. Конечно, то, что обращает внимание, во-первых, это четыре разных вида почвы, которые здесь приводит Господь. Это дорога, это камень, это терния, и, конечно, добрая земля. Надо заметить, что первых три рода земли отличаются от последней, в каком-то смысле, лишь одним. Эта земля не вспаханная, не возделанная. Но если поставить на эти виды почвы плуг, и вытащить камни из них, и вытащить корни, и вспахать, то и эти три виды почвы превратятся в очень хорошую землю. Заканчивается притча словами о том, что упавшее на добрую землю дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, а иное сто. Вот здесь, если мы посмотрим с вниманием объяснение толкователей, то подчас даже не увидим внятного объяснения, что это значит. Конечно, что-то приумножилось, но что? И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Что должны были услышать апостолы, что должны были услышать люди. Конечно, возможно, немногие понимали, что в этих притчах скрыты важнейшие принципы духовной жизни. Господь так и поступал. Он не хотел насильно обращать человека веру в себя. Он давал человеку возможность запомнить в памяти тот или иной пример, над которым, рассуждая, сам бы человек своим свободным волеизъявлением вывел для себя очень важные для своей жизни, для своего спасения выводы и принял Христа. И вот в данном случае можно предположить, что принесение плода в 30, в 60 и во 100 крат может значить следующее. Когда человек приходит работать к Христу, то у него есть определенные, но очень скромные, очень незначительные понятия и о Господе, и о Царстве Божьем. И о том деле спасения, которое человеку предстоит совершить. Но тот, кто принимает Слово Божие в сердце свое, тот, кто пытается возделать его так, как чуть попозже объяснит Христос, тот открывает себя. В разы большее откровение о деле своего спасения и о том, что есть вечная блаженная жизнь, нежели в сравнении с тем, что у человека было. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче и сказал им, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Вот эти последние слова, двенадцатый стих четвертой главы, очень четко подводят под общий знаменатель то, ради чего Господь приводит притчи. Все притчи, таким образом, первое, что мы должны об этом помнить, даются нам для того, чтобы нам покаяться, для того, чтобы осознать свои грехи, покаяться в них, и Господь нам эти грехи простил. Господь очень интересно говорит, «Своими глазами смотрят и не видят, и своими ушами слышат и не разумеют». Вот в данном случае объясняют толкователи это место так. Христос хочет сказать, что у всех абсолютно людей одинаковые глаза, и у всех абсолютно одинаковые уши. То есть то, что говорит Господь, для всех объективно, тождественно, но то, что человек не видит, и то, что человек не слышит. Говорят толкователи, от злобы человеческой. Что здесь поднимать под злобой, конечно, тоже можно порассуждать, но первонаперво мы должны сказать, что это самоутверждение человеческое. Это гордость человеческая, которая не всегда способна пойти вслед за призывом Господа. И говорит им, не понимаете этой притчи? Как же вам разуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Но вот здесь, по всей вероятности, мы должны говорить, что сердце человеческое, это и есть та почва, в которую падает семя. И посеянное при дороге означает, скорее всего, и в первую очередь тех, кто является невнимательным к Слову Божию, кто занят чем-то другим и не хочет для своей жизни сделать так, чтобы Слово Божие было главнейшим словом в его жизни. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянный. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Мы видим, что со всей очевидностью вот второй вид почвы обозначает малодушное сердце человека, который, подчас разгорячившись и фантазируя о деле своего спасения, готов пойти за Господом, куда бы он ни пошел. Но когда Слово Божие призывает человека пойти на терпение скорбей и даже на гонение, человек соблазняется, соблазняется, то есть считает, что это слово относится не к нему. Посеянное в терне означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. По всей вероятности, вот этот третий вид почвы обозначает людей сластолюбивых, то есть которые могут знать прекрасный закон Божий, которые в каком-то смысле могут и уметь исполнять необходимые заповеди Божии, но именно сластолюбие или то, что мы называем похотью, которая открывается в сердцах людей, которая обещает ложное счастье человеку, часто заставляет человека отказаться от пути своего спасения и идти каким-то другим путем. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слово слушают и принимают и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Ну, по поводу 30, 60 и 100 крат мы рассуждали, а вот по поводу тех, которые слушают слово и принимают именно в терпении, вот здесь, пожалуй, самое важное. Терпение слов Божиих — это осознанная попытка исполнить заповедь Божию, даже несмотря на то, что от этого исполнения человеку делается неприятно, больно, невыносимо. Ну, вот есть слова псалмопевца «Мужайся, и докрепиться сердце твое, и потерпи Господа». Вот это, пожалуй, самый главный принцип жизни верующего человека. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу, если кто имеет уши слышать, да слышит. Вот здесь, буквально в этих трех стихах с 21 по 23 сокрыто две притчи, но которые очень тесно связаны между собою. Конечно, обращаясь к апостолам, Христос имел в виду то, что они явились теми свечами, которые поставлены не под спуд, не под кровать, но на подсвечник, чтобы свет был всем виден. Вот в этих словах, по сути дела, есть очень важное утверждение, сокрыто очень важное утверждение Христа, которое он обозначает для апостолов. Их поставил, как свеча на подсвечник сам Господь, а это значит, что их жизнь открыта для других. Это значит, что за их жизнью особым образом наблюдают другие. И если даже часто кажется кому-то, что одно дело то, что человек говорит, а другое дело, как он живет, то в данном случае такой учитель Христов может очень сильно ошибаться. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Вот здесь даже рассуждая толкователи говорят, уж если Бог, который был от века потаен, не смог утаиться и пришел во плоти, то это значит, что абсолютно все остальное рано или поздно будет явлено, и об этом верующий человек обязательно и всегда должен помнить. И сказала, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такой отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Тоже очередная притча, которая, по сути дела, обозначает именно главнейший принцип действования верующего человека. Какую меру должен мерить человек других? По всей вероятности, здесь речь идет о милосердии сердечном, которое должно человека располагать к жертвенному служению своим ближним. Если человек будет жить по этому важному закону, то, конечно, будет прибавлено этому человеку и то, что он имеет. Но если он будет судить и рядить от жестокости своего сердца, или, скажем, даже по справедливости, по закону, то, по всей вероятности, у него отнимется и то, что он думает иметь. То есть, в первую очередь, речь идет, конечно, о вечном спасении. И сказал, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настало жатво». Вот эта притча, которая традиционно именуется о произрастающем семени, является самобытным материалом в Евангелии от Марка. Больше нигде в четверо Евангелии мы этой притчи не найдем. Но притча знаменательна тем, что она очень четко обозначает дар свободной воли, который дает человеку Господь, дает для спасения, для наследования вечной жизни, остается незыболимым, и Господь не прикасается к этому дару. Человек как бы сам все делает за себя. Однако, согласно притче, мы видим, что все-таки это Господин, это человек печется и о земле, в которую бросит семя, печется и о том, чтобы солнце всходило, о том, чтобы и дождь на землю поливал. То есть в данном случае любой человек находится в руках промысла Божия, который всячески пытается волю человеческую направить ко благому. Это притча о горчичном зерне, который встретится и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Марка. Ну, в данном случае здесь оно уподобляет то, что начало проповеди Христовой можно было уподобить маленькому горчичному зерну, которое, положенное на ладонь, еле бывает видным, а вброшенное в землю вообще срастворяется землей, и найти его, и вытащить оттуда уже невозможно. Но в течение времени, если взращивается это зерно и за ним ухаживается, то, по сути дела, становится зримым для всех Царство Божие, раскрывается перед глазами множество людей и объективно свидетельствует о благости неба, поскольку вот это сравнение птицы небесные могут укрываться в нем, свидетельствует действительно о очень важном предназначении человека. И таковыми многими притчами проповедовало им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вот здесь очень важное, в 33 стихе 4 главы Евангелист Марк делает замечание о том, что еще других притч было множество, которые рассказывал Господь апостолам и ближайшим ученикам, да и народу, который его окружал, и очень многие притчи Господь наедине апостолам изъяснял. Но вся речь Христова перед народом была приточной, она была соткана из притч. Опять же, скажем, для того, чтобы больше изображался в уме, в памяти человека, тот главнейший принцип жизни духовной, который обозначал Христос через те или иные притчи. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону, и не отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке, с ним были и другие лодки». Вот это замечание, которое делает Евангелист Марк, то, что уже под ночь, после того, как Господь закончил проповедовать апостолы, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке, обозначает попросту то, что без особой подготовки к ночному путешествию по морю, как были апостолы Христос, так и поплыли. Были с ним и другие лодки. А это важное замечание делается для того, что помимо лодки, в которой находился Христос, плыли другие лодки, в которых также находились ученики, и мы понимаем, что там, где Христа не было, еще более страшно было апостолом. «И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят ему, учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» Следует заметить, что большинство из апостолов были опытнейшими рыбаками, и они, конечно, Галилейское море и плавали, и переплавали. Но в данном случае здесь они оценивают ситуацию уже как ужасающую, и вынуждены просто кричать, потому что боятся, что сейчас лодка будет разбита. Мы понимаем, что это никакая не металлическая лодка, не катер, это из дерева сбитая суденышка. «И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина, и сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры, и убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему». Ну, в данном случае мы видим, что в Евангелии от Марка дается вот это интересное описание, как Господь укращает бурю. Он встает и как к живой, обращаясь к стихии, говорит, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. То есть в данном случае мы знаем, что на море после того, как ветер утихает, волны еще несколько часов продолжаются. Но здесь сразу все наступило, и море успокоилось. И, конечно, для апостолов, которые знают, как ведет себя стихия, даже когда ветер утихает, становится ужасающим признать тот факт, что и море, и ветер сразу повиновались тому, кто с ними в лодке находился. Но вот этот вопрос, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему, объясняют толкователи, вызван с чем? Конечно, по всей вероятности для апостолов однозначно перед ними посланник Божий. Даже может быть Бога человек, поскольку и море, и волны повинуются ему сразу и тотчас. Но поскольку Господь заснул в лодке, находясь в изнеможении, и показал человеческое, вот это и вызвало с их стороны эту неуверенность, кто перед ними находится. Но еще и другое здесь, наверное, следует отметить. «Господь, когда укращает бурю, обращается к апостолам, что вы так боязливы, как у вас нет веры». Эти слова вызваны тем, что Господь хочет показать, что страх в человеке рождается из-за боязни, а боязнь человеческая приводит к искушениям. Господь призывает апостолов иметь веру. И, в частности, многие говорят о том, что не совсем не было веры у них полностью, они были маловерны. Ну, сейчас и святитель Иоанн Златоуст говорит, что у апостолов же хватило догадливости разбудить Христа, потому что они считали, что если разбудит, он бурю укоротит. Но не хватило силы и веры для того, чтобы поверить, что он и спящий может это сделать. Ведь Господь пришел не для того, чтобы сейчас и здесь в этом море утонуть. Его цель была другой. На этом заканчивается 4 глава Евангелия от Марка.